Добрый день, коллеги! Спасибо, Мария, за возможность и то, что пригласили. У нас законодательство о контрактной системе уже отмечает в этом году десятилетие, а в будущем году мы отметим уже 20 лет, как работает в целом законодательство у Российской Федерации. Прежде чем я приступлю непосредственно по своим вопросам, мне бы хотелось поддержать коллегу Александра по тем вопросам, которые были подняты. Что касается НЦС, мы по нашему региону видим тоже, к сожалению, эту проблематику. И чем она обусловлена? То есть у нас при формировании расчетов цены контракта, когда мы реализуем объекты по стройке, у нас выработан системный подход, когда мы проектируем, строим и оснащаем в рамках одного контракта. Мы понимаем, что при реализации и публикации торгов у нас отсутствует проектно-сметная документация, и есть единый порядок, который определен 841 приказом. Мы должны брать расценки, которые указаны в НЦС. Но, к сожалению, они далеки от реалий сегодняшнего дня. К чему это приводит в результате? В результате как раз это приводит к тем ситуациям, которые сталкиваются не только наш регион, но и другие субъекты, когда цена условно на школу, которая реально стоит полтора миллиарда, она стоит условно миллиард, и в дальнейшем приводит в том числе к необходимости других дополнительных затрат. То есть это и внесение изменений в государственную программу, о чем было сказано, и доведение и увеличение лимитов, а в дальнейшем со стороны контролирующих органов это смотрится критически, напрямую скажу, как есть, потому что все говорят, у вас завышение, вы увеличиваете цены и определенные сложности и инсинуации, которые с этим связаны. Поэтому мы в этой связи обращались уже к нашим коллегам с предложениями по внесению изменений и убежден, что, как и прежде, после наших дискуссий и обсуждений вы обобщите и учтете при последующих поправках. Поэтому, на наш взгляд, эта действительность актуальна и необходима. Если говорить о первом слайде, о чем было начато, это непосредственно пример из регионов, это как раз наглядный пример другой обратной стороны. То есть если мы торгуем проектирование и стройка, то там коллеги, скорее всего, торговали реализацию объекта по старой проектно-сметной документации. И здесь, наверное, это следствие, а причиной является как раз отсутствие механизма внесения изменений в проектную документацию, поскольку государственные заказчики на разном уровне, муниципальные, региональные, федеральные, мы все сталкиваемся с одной и той же проблемой – это реализация устаревших проектов. А на самом деле проблема заключается в следующем, что по тем или иным причинам проект не разрабатывался, он полежал на полочке два или три года. В дальнейшем потом, возможно, было принято решение включения в национальный проект, федеральное финансирование. Но за это время мы понимаем, что и технические условия, и техпризы, и цены, с учетом того, что у нас происходит, они изменились. И проектно-сметная документация требует изменений. Поэтому наше предложение, это немножко забегая вперед, все-таки позволить заказчикам и внести изменения в статью 112, а именно части 56.63, которые нам позволяют торговать пир, то есть разработку и подготовку проектной документации, плюс непосредственно строительства, добавить там запятую, либо союз, а также внесение изменений в проектную документацию. И на наш взгляд это было бы таким хорошей помощью всем нам, всем нашим коллегам и ускорило бы реализацию таких проектов. Если говорить о конкуренции, то мы видим, на самом деле, несмотря на то, что есть ситуации по постройке, где в действительности там есть и один участник, и есть заниженная цена, но у нас также высокая конкуренция, в том числе на других направлениях, и это по капитальному ремонту. Но в целом, прежде чем перейти к конкуренции, все-таки мне бы хотелось озвучить те наболевшие вопросы, которые у нас есть, и на наш взгляд они требуют обсуждения, дискуссии, и в том числе то, что запрос такой есть, это говорит о том количестве участников и со стороны бизнеса, и мы видим, что зал переполнен. Мне бы хотелось коснуться вопроса Института банковских гарантий, мы его практически с вами не обсуждаем, но тут есть определенные проблемы и, на наш взгляд, перекосы. О чем я конкретно, что я имею в виду? Значит, у нас есть требования в части исполнения контракта, два механизма, но в целом три, если мы говорим, то есть это перевод денежных средств на счет заказчика, банковская гарантия, либо казначейское сопровождение. Казначейское сопровождение у нас в обязательном порядке есть по федеральным объектам, но не везде применяется. В чем заключается проблема? Как раз в реализации мы знаем, что либо увеличивается, как правило, цена контракта в ходе внесения изменений в проектную документацию, это неизбежность. Мы понимаем, что по первоначальной ПСД ни один объект не был построен, и это та наша общая задача, к которой мы стремимся в идеале. Но в ходе реализации мы выдаем аванс, иногда его увеличиваем, иногда увеличиваем цену контракта. В этой связи заказчик обязан получить от подрядчика обеспечение исполнения контракта. В чем суть проблемы? Первоначально был аванс 20%, по тем или иным причинам приняли решение увеличить до 50%. Требуется новая банковская гарантия. Если брать до юра норму закона, должна быть новая банковская гарантия на общую сумму. Но когда подрядчики идут в банк и говорят условно, пожалуйста, выдайте мне на новую сумму, он на него берет полный размер стоимости, не обращая внимания на то, что если я был бы подрядчиком, я же заплатил уже за 20%, почему вы за меня требуете снова? Поэтому мы что предлагаем? Мы предлагаем внести норму в положение 95-96 статьи, соответственно, дифференцированный в этом плане подход, чтобы было несколько обеспечений исполнения контрактов, поскольку, как правило, и это, наверное, не является секретом Поле Шинели, что в регионах эта ситуация с двумя банковскими гарантиями имеет место быть, это реалии сегодняшнего дня, но при проверках последующих контролирующих органов это будет выявлено нарушение. Поэтому наше предложение все-таки здесь нормативно урегулировать эту норму, для того, чтобы, во-первых, и подрядчики избыточную плату не несли перед банками, и, наверное, со стороны контролирующих органов тоже здесь будет в этой части меньше вопросов. Вместе с тем, с учетом того, что это в защиту бизнес-сообщества, да, есть такой посыл, мы сталкиваемся также с необоснованными отказами в случае расторжения контракта в одностороннем порядке. Что я имею в виду? То есть не исполняется контракт, была одна претензия, вторая, сроки не исполняются, заказчик принимает решение о расторжении контракта. По тем или иным причинам был выплачен аванс, либо работы не были не исполнены. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с необоснованными отказами в выплатах по требованию в рамках банковских гарантий. У нас уже таких примеров достаточно, да, и к чему это в результате приводит? Это приводит к тому, что банки уходят в необоснованный отказ, это наша позиция, да, как мы видим это, и в судебные процессы. Средний срок, как правило, это занимает полтора года. Мы видим, что это подготовка, досудебный порядок, соответственно, первая инстанция, апелляция. И что мы в результате предлагаем в этой связи? Мы предлагаем, все-таки принимая во внимание, что это независимая, безотзывная гарантия по первому требованию заказчика, тот, кто ее выдал, должен ее исполнить, от этого отталкиваться и наделить Центральный банк, либо ФАС, именно полномочиями в части регулятора, применить аналогию рассмотрения жалоб ФАСом. То есть в том случае, если заказчик подает жалобу регулятору на необоснованный отказ в выплате, тогда он бы выдавал обязательное предписание банку для исполнения в этой части платежа. Просто надо понимать, что здесь мы исходим из защиты позиций государства, поскольку, получается, бюджетные деньги находятся у подрядчика, контракт не исполнен, и получается, что мы потом еще полтора года тратим на суды, при этом средства не работают, и еще заказчикам и правительствам надо находить, соответственно, дополнительные резервы для того, чтобы дальше продолжать реализовывать объект. Поэтому, на наш взгляд, здесь требуется перемена, и прошу их при возможности рассмотреть, и поддержать. Далее, если говорить про конкуренцию, тот вопрос, который Вы задали, у нас в настоящее время, с начала года, несколько изменилась позиция в части, у меня, наверное, некоторые коллеги мои будут с критикой это воспринимать, но, наверное, это необходимо сказать, потому что это связано с конкуренцией, а мы за ее развитие. У нас изменилась позиция центрального аппарата, мы с уважением к этим коллегам относимся, и в этой части это для нас определенный вектор. О чем я говорю? Если мы говорим о определенных требованиях по капитальному ремонту, то сейчас при реализации торгов мы должны применять в рамках постановления правительства 2571 в этой связи требования по пункту 7, по стройке. И это некая новелла, мы, с одной стороны, с пониманием к этому относимся, но видим, что это приведет к определенному ограничению конкуренции, и что те компании, которые у нас участвуют, и у них есть опыт по капитальному ремонту, они не смогут участвовать в торгах, поскольку будет предквализационное требование по стройке. И здесь некий есть, на наш взгляд, дисбаланс в части требований между стройкой и капитальным ремонтом. О чем я говорю? То есть, если мы посмотрим именно строительство и требования по строительству, то есть у нас учитывается опыт в части стройки, и в том числе контракты по 44, 223, и в том числе коммерческий опыт, законодатель определил это и позволяет. Но в то же время при капитальном ремонте у нас, к сожалению, не учитываются контракты коммерческие. То есть те, кто выполнял в этом плане работу не по 44, 223, соответственно, этот опыт не будет учитываться. И также, к сожалению, выходят из определенного, так скажем, поля те контракты, которые исполняются в рамках 615-го постановления по капитальному ремонту многоквартирных домов. Поэтому в этой связи мы со стороны нашего правительства подготовили проект изменений, направили уже совместно с Комитетом конкурентной политики непосредственно в Минфин. И, значит, наше предложение вот этот вот дисбаланс урегулировать и внести изменения. Еще в завершении несколько слов хотелось бы сказать про ОНС, объекты незавершенного строительства. Те, кто ими занимаются, они прекрасно знают эту проблематику. И предложение краткое. Если у нас есть норма, которая нам позволяет торговать проектирование плюс стройку, плюс капитальный ремонт, и она, на наш взгляд, показала хорошую практику, и мы в нашем регионе этот подход успешно реализуем, поскольку это сокращает сроки и потом, соответственно, нивелирует определенные затраты с несением изменений, в госпрограмму, все-таки добавить туда норму в части сноса, поскольку, как правило, реализация этих объектов ОНС связана с тем, что либо там также устаревшая проектно-сметная документация, если нам надо снести объект, нам надо его в любом случае осметить и разработать проектно-сметную документацию. И с учетом того, что у нас на торги как минимум уходит на подготовку месяц, на контрактацию два месяца, 45-50 дней по-разному, мы понимаем, что в рамках одного бюджетного цикла это невозможно сделать. Вот как раз эта норма, на наш взгляд, позволит многим заказчикам как раз реализовывать в рамках одного бюджетного цикла именно снос объектов, и это ускорит в целом реализацию программы не только в нашем регионе, но и в других субъектах. Продолжение следует...